приветствую вас на моем канале с вами Лилия Донскова и сегодня у нас обзор новинки из каталога oriflame номер 1 2020 года это новинка AZ крем серии the one мультифункциональный маленький волшебник мы его будем не просто рассматривать мы его попробуем всего 4 оттенка оттенок fire beige ivory и натурал и я буду пробовать в сравнении с прошлым кремом AZ крем это не совсем новинка его немного улучшили теперь он будет не просто увлажнять здесь написано hydra на старом флаконе а на этом написано hydra matte то есть он матирует увлажняя и мне не терпится попробовать в чем же разница между этим и этим кремом и сейчас у меня на лице нет тона я просто сделала подготовительный уход и сейчас будем наносить на левую половинку старый крем тот который уже был а на правую половинку новичок я послушаю ощущение кожи и расскажу вам в чем же есть разница беру разные кисточки чтобы не смазать не спутать и начинаю со старенького крема тут осталось буквально прям капелюшечки его очень хорошо что он остался кстати он мне очень понравился моей дочке так в общем то она сказала что это один из лучших тональных кремов который она пробовала и вот я набираю кисточкой прям с руки руку использую как палитра как раз крем здесь согревается и очень хорошо будет переноситься на кожу лица кстати потом все остальные оттенки мы с вами попробуем на руке чтобы вы имели представление что это за крем так я так половиночку начинаю выкладывать на крем отзывы были разные кто-то говорил что очень понравился кто-то говорил что ну так себе ничего особенного а кто-то говорил что вау супер как обычно на всех не угодишь одним продуктом естественно что кому-то он больше будет нравиться кому-то меньше то что однозначно видите какие поры широкие вот в этих местах однозначно поры он очень хорошо скрывает мало нанесла надо еще капельку крема и я люблю вот это волшебство превращение кожи когда она без тона она такая какие-то пятнышки неровности а когда наносишь тон она сразу такая становится как с обложки журнала очень красивая такая прям холеная кисточка маленькая поэтому буду долго наверное ей наносить привыкла к большой кисти но ее не взяла взяла вот эту чистенькую которая лежит у меня на такие вот специальные случаи мне кажется даже этот тон тоже с матовым эффектом с матирующим потому что сразу нет никакого блеска я наношу и сразу остается прекрасный вид кожи так ровно половину захвата немножко на губы нахожу чтобы потом помада красиво легла нужно губы тоже немножко пройтись тоном чуть-чуть можно два слоя проходить то есть если с первого раза не перекрыла в красноту и неровности можно сделать второй раз сразу один за другим так лоб у меня тоже без тонны поэтому сюда мы тоже пройдемся и вот таким образом совершаем магию волшебства так ну вот пожалуй все с этой половинкой и немножечко вот на эту часть кстати тон не очень хорошо подходит сейчас кожа светлая и fire это самый светлый оттенок он очень хорошо лег так чудо у меня даже остался крем ну пусть будет второй я беру новинку fire тоже открываем и сравню сразу похожа она или нет мне кажется он даже чуть-чуть отличается по цвету не сильно заметно но легкий оттенок все-таки отличие есть хотя и тут и тут написано fire поэтому если вы например любите слоновую кость и всегда берется только слоновая кость это не значит что во всех сериях этот тон будет одинаковый нет абсолютно нет так мне теперь не перепутать и теперь я набираю вот этот поэтому если есть возможность попробовать заказать пробник то обязательно берите пробники чтобы быть уверенным что тон вам точно подойдет а я теперь буду полосатая ходить да с одной стороны у меня будет один оттенок другой другой ну благо что он не сильно отличается я сразу смотрю как он работает с порами мне интереснее всего именно этот момент как он перекрывает все неровности вот есть какие-то на лице пятнышки покраснения я кстати вчера делала пилинг наш активный такой новый и у меня лицо конечно сильно почистилась есть даже настолько свежая кожа чистая розовая честно пока отличий не вижу однозначно нужно поносить крем так еще капельку добавлю на лоб нужно походить с ним побыть в нем немножечко прочувствовать чтобы он несколько часов побыл на коже и как он будет реагировать в течение дня на изменение температуры даже когда какое-то движение все равно кожа тоже работает и сальные железы в какой-то момент более активно работают поэтому конечно нужно наблюдение вы можете мне задавать вопросы в комментариях я расскажу что произойдет в течение дня потому что у меня будет такая возможность потому что сейчас самое начало дня у меня будет такая возможность понаблюдать как он проявится но вот он тоже дает подсветку легкую я не знаю насколько камера передает это свечение оно есть небольшое но отличие я не вижу пока крайне мере так взгляд со стороны издалека здесь у нас новинка здесь крем из прошлой коллекции мне кажется новинка все равно отличается есть какое-то легкое-легкое такое визуальное отличие как будто вот здесь более матовый но опять же он должен полежать на коже тогда мы увидим точно 100% как он работает но однозначно приятно наносится легко распределяется по коже выровнял и скрыл все поры то есть поры прямо спрятались их как будто у меня нет меня это очень радует потому что мне не нравится когда поры видно и еще мне очень важно чтобы крем не собирался в порах вот это вот очень важно сейчас поближе рассмотрю ой ну кайф я себе возьму такой крем мне кажется он прям хорош особенно мне понравилось то что здесь spf 30 на флакончике тоже указано а это очень важно надеюсь что все-таки в Саратове выпадет снег и вот это фото когда идет старение кожи то от снега даже больше идет вреда когда кажется нам ой зимой солнца же нет а на самом деле от снега идет отражение и кожа страдает еще больше даже чем летом поэтому и зимой нужно ее также активно защищать вот все мы попробовали с вами крем сравнили а теперь давайте на руке попробуем какие есть еще оттенки чтобы имели представление как они выглядят итак первый оттенок fire 36487 капельку наносим и аккуратненько так растушевываю мы его пробовали на лице но все равно чтобы вы увидели у меня кожа очень светлая очень очень я бы даже сказала вот так выглядит этот оттенок второй оттенок 36488 ivory я его прям рядышком наношу каплю намного темнее ivory сразу видим очень приятный цвет такой с розовинкой прям прелесть следующий оттенок натурал 36489 натуральный интересно мне кажется он похож как раз на стандартную слоновую кость как мы привыкли видеть слоновую кость в каком виде он уже более насыщенный такой живой цвет тут мне очень понравился второй оттенок ivory приятный и заключительный 4 это beige 36490 оттенок много не буду наносить вот так вот о какой рыжий он прям песочный под загар однозначно или вы в солярий ходите или только вернулись с теплых стран и у вас кожа готова к такому крему тогда вы его берете очень красивые оттенки по крайней мере первые три все ходовые цвета и beige нам тоже нужен потому что мы уже загораем может быть как раз это именно то что вы ждали прекрасные тона супер желаю всем приятных покупок выберите себе свой оттенок и мне интересно напишите в комментариях какой цвет вам кажется что именно вам он подойдет